МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. В студии работает Айну Женусова. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Бесплатный проезд в общественном транспорте. 50-процентная скидка на посещение детского сада и многое другое. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов озвучил дополнительные меры государственной поддержки многодетным семьям. Три группировки барым-тачей задержаны в Карагандинской области. Злоумышленники угоняли скот табунами. Ущерб, нанесенный преступными группировками, исчисляется миллионами. Семилетний мальчик, найденный на дне бассейна, пришел в сознание. Медики борются за жизнь ребенка, пострадавшего в результате несчастного случая. Отсутствие пособия, крыши над головой и работы. Многодетные матери Карагандинской области высказали свои проблемы главе региона. Во время отчетной встречи перед населением Ерлан Кошанов выслушал жалобы людей и ответил на их вопросы. Среди многочисленных людей, обратившихся к Акиму области за помощью, были и многодетные матери. Если одни просили бесплатного обучения в музыкальных школах для своих детей, то у других проблемы оказались куда серьезнее. Мы снимаем жилье по улице Транзитная. Этот дом стоит на продаже. Каждый день приходят потенциальные покупатели. Если дом продадут, мы останемся без крыши над головой. Мой муж безработный. Вместе мы воспитываем семерых детей. Один из них инвалид. Нам не хватает средств. Мы просто не знаем, что делать дальше. После своего выступления многодетная мама услышала заветные слова. Глава региона пообещала разобраться в ситуации и оказать помощь нуждающейся семье. У нас есть возможность помочь тем, кто находится в трудной ситуации. Мы изучим вашу проблему, примем меры. Наши сотрудники поговорят с вами. Мы обязательно вам поможем. Мафриза Жангожина родила и воспитала 12 детей. Сегодня она получает пенсию в 79 тысяч тенге. Но этой суммы хватает лишь на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. Здоровье, подорванное годами труда в ауле, дает о себе знать. Если бы хотя бы раз в год получали пособие, была бы значительная помощь со стороны государства. По состоянию здоровья мне показан отдых в санатории Сарагаш два раза в год. Платить 100 тысяч тенге каждый раз я не могу. Да и дети помочь не в силах. У каждого своя семья, свои заботы. Акимобласти отметил, что он готов лично оплатить отдых в санатории матери 12 детей. Глава региона заявил, что в нынешнем году многодетные семьи будут обеспечены дополнительными мерами государственной поддержки. Многодетным матерям с 1 июня этого года будет предоставлен бесплатный проезд во внутригородском транспорте. Второе. Детям с 1 по 4 классов из семей, воспитывающих 4 и более детей, будет обеспечено бесплатное горячее питание. Третье. Для детей из многодетных семей, посещающих детские сады, будет предоставлена 50-поцентная скидка. Четвертое. Для того, чтобы родители имели возможность работать и могли не переживать за детей, будут предусмотрены бесплатные группы продленного дня. В тех школах, где загруженность позволяет это сделать, мы сделаем. Пятое. Из госбюджета будут выделены 5,5 миллиардов тенге для обучения в колледжах по самым востребованным и современным специальностям. Всего будут выделены более 8 тысяч грантов. Кроме того, в Карагандинской области будут предусмотрены бесплатные посещения спортивных секций, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Ерлан Кушанов также рассказал о программе по улучшению жилищных условий для многодетных семей. Акимобласти пообещал выслушать каждого, кто жаждет помощи и поддержки государства. В ходе отчетной встречи многодетным матерям пообещали личный прием. Никто не останется неуслышанным, подытошил глава региона. Токжан Лян, Вайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Депутаты мажориста парламента одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост нового главы правительства. Позже стало известно о том, что президент подписал указ о назначении Аскара Мамина премьер-министром Казахстана. Аскар Мамин окончил Целеноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял компанию «Казахстан-Темиржалы», занимал должности Акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. В должности первого вице-премьера работал с сентября 2016 года. На время отставки правительства исполнял обязанности премьер-министра. Ранее глава государства внес на рассмотрение мажориста парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра. Напомним, что 21 февраля глава государства Нарусултан Азарбаев подписал прошение об отставке экс-премьера Бахаджана Сагентаева. Генерал-майор полиции, глава департамента полиции Карагандинской области Миргимбай Жапаров приказом министра внутренних дел ушел в кадровый резерв. В резерве он будет находиться до тех пор, пока не появится вакантная должность в органах внутренних дел для вертикальной или горизонтальной ротации, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Областной департамент полиции 59-летний Миргимбай Жапаров возглавлял 6 лет с января 2013 года. Три группировки барым-тачей задержаны в Карагандинской области. Злоумышники угоняли скот табунами. Ущерб, нанесенный преступными группировками, исчисляется миллионами. В настоящее время 10 преступников помещены в изолятор временного содержания. Три группы скотокрадов едва не разорили сразу несколько крестьянских хозяйств. Первая группировка с вольного выпаса похитила 14 голов крупного рогатого скота, нанеся владельцу ущерб на сумму около 14 миллионов тенге. Вторая группа похитила скот из сарая сельчанина, причинив ущерб на 300 тысяч тенге. Задержанные в ходе следственных действий дали признательные показания еще по 16 аналогичным преступлениям, совершенным не только на территории Карагандинской области, но и соседней Павладарской. Третья группа с вольного выпаса угнала лошадей, ущерб свыше миллиона тенге. Всего во время оперативного мероприятия скотократ раскрыто 20 преступлений. Стоит отметить, что во время проведения оперативно-профилактических мероприятий скотократ сотрудниками полиции раскрыто 20 ранее совершенных преступлений. Также в ходе рейдовых мероприятий выявлено 23 факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов. По всем выявленным фактам виновники привлечены к административной ответственности по статье 406 Кодекса об административных правонарушениях. Полицейские в очередной раз призывают сельчан не оставлять скот без присмотра, а также напоминают о необходимости обязательного таврирования и беркования скота, организации коллективного выпаса и составления трехсторонних протоколов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Семилетний мальчик, найденный на дне бассейна, пришел в сознание. В настоящее время его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Напомним, что 21 февраля в одной из частных саунд Караганды отец обнаружил своего сына на дне бассейна. Карета скорой помощи доставила ребенка в реанимацию. Затем он был переведен в областную детскую клиническую больницу. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. 21 февраля в клинику имени Макожанова поступает ребенок. Состояние у него было на тот момент тяжелое. Со слов родственников он утонул в бассейне. Вся необходимая медицинская помощь там же была оказана. Проведена компьютерная томография головного мозга. Отмечается отек головного мозга. Находится он там сутки на аппарате искусственной вентиляции легких. На следующий день 22 февраля его переводят в областную детскую клиническую больницу. Сейчас он находится в данной больнице в реанимации. Состояние среднее с положительной динамикой. Мы очень рады за то, что он в сознании. Сейчас он на данный момент самостоятельно дышит, разговаривает, что очень радует. И мы надеемся на скорейшее его выздоровление. Четыре дня в частном секторе Караганды нет воды. С этой проблемой столкнулись жильцы домов по улицам Липецкая и энтузиастов. О сроках устранения аварии рассказали представители компании Караганды-Су. Четвертый день сидят без воды жители нескольких десятков частных домов в Караганде. Авария произошла на улице Липецкая. Местные жители отмечают, что о причинах возникновения аварии их никто не проинформировал. Горожанам остается лишь надеяться, что проблема решится как можно скорее. Без воды где-то дня четыре. Дня четыре без воды. Ну, конечно, нам ничего не говорили. Причина, почему нет воды, этого мы не знаем. Спасибо хотя бы за то, что приезжает водовоз. Водовоз, в общем-то, останавливается и жители могут набрать воды. Это одно. Но мы все-таки переживаем за то, что сейчас вот в это время может перемерзнуть канализация, может перемерзнуть водопровод, потому что слива нет большого, и там накапливается лед, замерзает вода в таких малых количествах. Мы, в общем-то, за это переживаем больше всего. Между тем, на участке уже ведутся работы. Их ход затрудняют погодные условия и наличие множества коммуникаций. Сотрудники Караганды-СУ отметили, что бригада пыталась решить эту проблему еще в субботу. Однако аварию удалось устранить всего на несколько часов. Вечером того же дня жильцы домов вновь остались без воды. В выходные дни не могли произвести поиск аварии, потому что здесь куча коммуникаций проходит. Мы вызвали сегодня представителей. АО «Казахтелеком», «Тусеем», «Караганды-Жарик». С утра согласовывали. Они показали предварительные, показали свои кабеля, где проходят. И мы начали поиски аварии. Здесь проходит основная магистральная трехсотка. Зимой очень трудно найти аварию, потому что мель злота. А на где мягкое место, туда бы убивает. Поэтому зимой очень сложно найти аварию. По словам старшего мастера, это первая авария на этом участке за последние 8 лет. Вполне вероятно, что уже сегодня вечером водоснабжение в частных домах будет восстановлено. Торжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинская спортсменка Сора Рахмонова стала победителем первого объединенного чемпионата Казахстана по смешанному боевому единоборству. Соревнования проходили в Алматы. Они собрали более 230 сильнейших мужчин и женщин со всех регионов страны. В Алматы завершился первый объединенный чемпионат Казахстана по смешанному боевому единоборству среди любителей. Он прошел под эгидой Ассоциации боевых искусств Казахстана и Ассоциации объединенных федераций Казахстана. Здесь собрались более 230 сильнейших мужчин и женщин со всех регионов страны. Финальные поединки прошли по 13 весовым категориям среди мужчин и по 6 среди женщин. Одним из победителей стала карагандинская спортсменка Сора Рахмонова. Турнир прошел на высшем уровне. Я думаю, что мы оправдали доверие наших тренеров. Теперь мы будем готовиться к азиатским играм, которые пройдут в апреле. Уверена, что своей победой мы еще не раз порадуем болельщиков. Еще один победитель от Карагандинской области – Неймат Асадов. Он стал золотым призером весовой категории 70 килограммов. По итогам соревнований в состав национальной сборной Казахстана вошли 6 карагандинских спортсменов. В копилке сборной области 7 призовых мест – 2 первых, 3 вторых и 2 третьих. По поводу чемпионата Казахстана. Это был первый объединенный чемпионат. Там две сильнейшие федерации Казахстана. И были сильные спортсмены, хорошая конкуренция. И видно, прямо уровень спортсменов растет каждым годом. На объединенном чемпионате наши спортсмены неплохо себя показали. Не скажу, что хорошо, но на 3 с плюсом. Но будем еще расти, будем вкладывать все силы во всех аспектах – в стойке, в партере, в ударке. Участники отмечают, что в первенстве приняло участие рекордное количество спортсменов. Среди них чемпионы Казахстана, Азии, мира по разным видам единоборств. Напомню, в декабре прошлого года в республике создана новая структура – Ассоциация объединенных федераций Казахстана по ММА. И это первое объединенное соревнование. Наши ребята все были конкурентоспособны. У всех трудовые победы, ввиду того, что прошли, еще раз повторюсь, каждую свою весовую категорию через большое сито. Даже в финале весовой категории 73 килограмма встретились два представителя Карагандинской области. Каждый в своей подгруппе прошел определенное количество боев. И ребята уже не в первый раз встретились между собой. У нас в составе сборной Рахмонова-Сора стала двукратной чемпионкой Республики Казахстан, что для нас тоже является большим показателем для наших тренировок в их деятельности. И Наймат Асадов уже стал трехкратным чемпионом Республики Казахстан. Все победители республиканского чемпионата вошли в состав национальной сборной страны для участия в чемпионате Азии. Он пройдет в Таиланде в конце марта и начале апреля. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Матчем в Пекине против КРС ОРГ завершил регулярный сезон Карагандинский хоккейный клуб СРРК. Впереди долгожданный плей-офф и борьба за Кубок Петрова. Счет в матче был открыт в середине первого периода. Пятерке большинства потребовалось всего 27 секунд, чтобы наказать соперника за нарушение правил. Кирилл Тамбиев стал автором первого гола 0-1. Во второй 20-ти минутке игра немного выровнялась. Игроки КРС ОРГ стали увереннее действовать в атаке, что впоследствии привело к заброшенной шайбе 1-1. Но еще до второго перерыва Карагандинские Орлы вновь смогли выйти вперед благодаря Михаилу Железнову 0-2. Заключительный период СРРК начало с заброшенной шайбы. Павел Махановский поразил правый угол ворот 1-3. Хозяева льда смогли сократить отставание в счете. Но последнее слово в матче осталось за Карагандинской командой. Айрат Зиязов стал автором четвертой заброшенной шайбы. 2-4 победой закончила СРРК регулярный сезон. Сегодня мы сдали плановую ротацию игроков. Дали сыграть всем игрокам. В принципе, что-то у нас получилось, что-то не получилось. Ну, выиграли. Вот, регулярный чемпионат закончился. Все самое интересное сейчас впереди. Вот, возвращаемся домой и будем готовиться к плей-оффу. Вот, ребят, болельщиков с победой. После 56 проведенных матчей в активе СРРК 72 набранных балла и девятая строчка турнирной таблицы. Уже 28 февраля карагандинская команда проведет первый матч 1-8 финала Кубка Петрова на выезде. Игры на льду Караганды-арена состоятся 4 и 5 марта. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Это была вся информация к этому часу. Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь на первом. С нами интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.